Ни для кого не секрет, что Североморские библиотеки – украшение нашего города. Эти учреждения культуры являются связующим звеном, объединяющим центром для людей различного возраста, сверхдеятельности и увлечений. Именно они во многом формируют любовь малышей и взрослых, жителей флотской столицы, книги. Их интерес к чтению – мотивацию получать новые знания. Добрые и правильные традиции поддерживаются благодаря неисчерпаемому источнику вдохновения команды централизованной библиотечной системы. В 2019 году нашей библиотеке было торжественно присвоено имя Сергея Михалкова. И мы вошли в состав Содружества в библиотек, который носит имя этого замечательного поэта-писателя. Кроме этого, Центральная детская библиотека принимает участие в проекте Российского фонда культуры «Сегодня дети, завтра народ», который проводит встречи с литераторами, сценаристами и искусствоведами. Благодаря этому у юных североморцев появилась уникальная возможность пообщаться с детским писателем, с журналистом, автором 120 книг Ольгой Колпаковой. Побывав в нашем городе впервые, Ольга поделилась теплыми впечатлениями и о красоте севера, и о детях флотской столицы. Когда дети поднимают руки на вопрос, кто хочет уехать из города или из поселка, и потом, а кто хочет уехать, поучиться и вернуться, вот в вашем городе была картинка просто прекрасная. Потому что уехать хотят меньше, чем хотят поучиться и вернуться сюда. Значит, взрослые действительно все делают здесь правильно. Ольга Колпакова, лауреат премии Бажова, Ершова, Михалкова. Талантливому автору было что рассказать нашим читателям о пользе книг и, главное, как это преподнести. Тонко, с юмором, музыкально и даже с помощью мастер-класса по созданию своей собственной истории, с приключениями и путешествиями. Мотивацию прочесть все произведения писателя получили даже те, кто до этой встречи читал немного. Все, их жизнь перевернулась. Возможно, теперь многие попробуют и сами что-нибудь написать. Но шанс пообщаться лично с маэстро в своем деле был и у начинающих художников нашего города. Ведь флотскую столицу посетил и известный российский художник-иллюстратор детской литературы, член Московского союза художников Вадим Челак. Он не только поделился с ребятами своими эксклюзивными творческими находками, но и рассказал, почему так стремился попасть на север, увидеть своими глазами Североморский Мурманск. Визит сюда был для меня очень желанным в Совете по детской книге России, Фонде культуры. И я никогда не просил никаких направлений. Единственное, вот Мурманск и Североморск. Я просил, что я очень хочу сюда приехать. Почему? У меня папа встретил в Мурманске войну. Он провел... Большую часть войны была связана с Мурманском и с Архангельском. Мой папа участник северных конвоев, транспорты он водил. Он не военный, он гражданский моряк, и он водил эти конвои. И я привез кое-какие материалы, связанные с папой и с началом войны. Папа тоже рисовал, и он запечатлел это в памяти. Поэтому для меня это особенное значение имеет. Мечта побывать в Заполярье сбылась. А северные пейзажи, вид кораблей на Реде, зимний туман над заливом, памятник Алеши. Все это художник обязательно воплотит в своих будущих работах. А там, где не успели побывать почетные гости, они смогут увидеть эти замечательные места города в уникальном художественном фотоальбоме о Североморске, который вручил им руководитель муниципалитета Олег Прасов. Спасибо, и до новых встреч в Североморске. Всегда рады вас будет видеть здесь. Удивительные по своему наполнению и эмоциональности встречи прошли на трех площадках нашей ЦБС. Восторг от общения друг с другом получили все, и гости, и хозяева. В этом году Сергею Владимировичу Михалкову исполнилось бы 110 лет. И мы широко отметили этот юбилей. И вот сегодня нам привезли в подарок наши гости художник Вадим Челак и писательница Ольга Колпакова вот эту тарелку на память о своем приезде от Российского фонда культуры. Очень красиво. Спасибо. Спасибо.